ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А начнем мы нашу программу, как всегда, с обзора от Амира Сабирова. На этой неделе Акбарс и Рубин провели свои очередные матчи в чемпионатах. Говорят, было очень интересно и в какой-то момент даже очень жестко. Смотрим. Всем привет! С вами, как обычно, я, Амир Сабиров. Обсудим матчи Акбарса и Рубина. И все так же, по традиции, начнем с хоккея. 6 декабря подопечные Квартального начали длительную выездную серию с 7 матчей. Первая игра против Барыста из Нур-Султана. Непонятно, что случилось с Акбарсом. То ли Эмираты так повлияли на команду, или же недооценили соперника. Но казанцы на Татне-Автарине не чувствовали себя хозяевами. От слова совсем. Барыст проводил хорошие атаки на ворота Тимура Белялова. А во втором периоде и вовсе смог выйти вперед. Якоб Лили, играя на отложенном штрафе, выбежал в атаку 2 в 1 и поразил ворота Акбарса. Оборону Барыста тоже нельзя назвать непроходимой. Хозяева во втором периоде имели возможность и сравнять, и выйти вперед. Но свои моменты Барсы просто-напросто провалили. Этим как раз и поплатились. На 11-й минуте третьего периода Аркадий Шестаков с передачи Романа Старченко вывел свою команду вперед, уже на 2 гола. Конец матча. Акбарсу нужно было срочно забивать. Сделать-то это получилось, но для того, чтобы сравнять, одного гола недостаточно. За минуту и 40 секунд до конца матча забил Дмитрий Воронков в контратаке и подарил надежду болельщикам на трибунах. Но, увы, 2-1 поражение Акбарса. Выражение лица Воронкова говорит само за себя. Через день, 10 декабря, в Казани состоялось Татарстанское дерби. В первый раз в сезоне к Акбарсу приехал нефтехимик. К слову, команду уже встречались в самом конце ноября в Нижнекамске. Тогда сильнее оказались казанцы в серии буллитов. Ну ладно о прошлом, вернемся к нашему матчу. Ведь в нем тоже было много чего интересного. Стартовый натиск на ворота Игоря Бобкова завершился голом нефтехимика на 11-й минуте. Нельзя не отметить бросок Дмитрия Вихарева, который здорово попал в девятку. Полторы минуты спустя Акбарс сравнял счет в большинстве. После броска Джордана Уилла шайба отскочила от вратаря, и тут, как тут, оказался Перл Линдхольм. 17-й номер добил шайбу в ворота. Первый период завершился ничью 1-1. А во втором и третьем преимущество хозяев сказалось. Четыре шайбы забили казанцы в ворота Александра Судницына, после чего голкипер был заменен на финна Франца Тоухима. Началось все с гола Даниила Журавлева. Защитник вовремя подключился к атаке, получил передачу от Дмитрия Кагарлицкого и попал точно между щитков в вратарю. В начале третьего отличился еще один защитник, Дмитрий Юдин. Ассистентом также был Кагарлицкий. Закрепили результат Даниил Тарасов и Дмитрий Воронков. Первый подставил клюшку после броска Стивена Кемпфера, а Воронков показал всем свой щелчок в большинстве. Судницам в этом моменте даже не успел среагировать на полет шайбы. Нефтехимик смог ответить лишь одним голом Рафаэля Бекмулина, который расстреливал ворота хозяев с близкого расстояния. Итог дерби 5-2. Но это были не самые главные цифры казанского вечера. Данис Зарипов достиг отметки в 1300 матчей в чемпионатах России. После игры мэр Казани Ильсур Медшин лично поздравил легенду Акбарса с юбилеем. И вручил памятный подарок в виде золотой статуэтки дворца бракосочетания. Ну и пожалуй главный матч прошедшей недели в КХЛ это зеленые дерби между Акбарсом и Салаватом Юлаевым. К слову, уфинцы уже 4 года не побеждали в Казани. И сегодня они были настроены прервать эту неудачную серию. Болельщики на переполненной Татнефть-арене недолго ждали открытия счета. Сакари Маннинин в большинстве вывел Уфу вперед на 10-й минуте матча. Защитники хозяев не усредились за нападающим, который без всяких проблем получил шайбу от Виктора Тихонова и поразил ворота. В конце стартового отрезка Воронков в своем излюбленном стиле протаранил оборону соперника и затылкал шайбу в ворота Юхе Мецелы. 1-1. Решающим оказался второй период, в котором юлаевцы вышли вперед на 2 гола. На 12-й тему Хартиканин расторопно добил шайбу в пустой угол ворот Белялова, а через 3 минуты Николай Кулемин реализовал большинство уфинцев. 3-1. Самый неприятный момент матча случился на 17-й минуте второго отрезка. Воронков получил удар в голову от Хохрякова. Впоследствии нападающего Акбарсу увезли Сальдана на силках, а уфимец получил справедливое удаление до конца игры и командный 5-минутный штраф. Также в этом моменте получил санкции Артем Галимов, который заступился за Воронкова, тем самым устроил потасовку. Ну а мы желаем Дмитрию здоровья, побыстрее восстановиться и вернуться на лед. Вернемся к матчу. Акбарс из большого численного преимущества смог извлечь одну шайбу. Кирилл Петров здорово попал в дальнюю девятку и сократил разрыв в счете. Последний отрезок не стал спасительным для Казани. Несмотря на большое количество моментов, сравнять счет барсам так и не удалось. А за 11 секунд до конца матча уфимцы вернули себе преимущество в 2 гола. Маннин забил в пустые. 4-2. Салават Юлаев забирает 2 очка из Казани впервые с 2017 года. Ну а мы переходим к футболу. Рубин провел последний матч в году и вновь сыграл неудачно. В 18-м туре российской премьер-ли Казанский клуб гостил в Самаре у Крыльев Советов. Счет открыли хозяева во втором тайме. На 62-й минуте Роман Ежов сделал навес на дальнюю штангу, где принял мяч и пробил по воротам Дюпина Иван Сергеев. В концовке на 85-й минуте удвоил преимущество 17-летний Сергей Пеняев. Нападающий Крыльев забил первый гол в лиге. Голевую передачу сделал тот же Сергеев. У 33-го номера второе очко в матче. 2-0 поражение Рубина. Надеемся, что пауза в чемпионате поможет Рубину найти свою игру. И в новом году мы увидим совсем другую команду Леонида Слуцкого. На этом у меня все. С вами был Амир Сабиров. Увидимся на следующей неделе. Движемся к студенческим темам. И эта неделя не могла пройти без волейбола. 9 декабря очередной матч студенческой волейбольной лиги Казанский федеральный на своей площадке принимал Казанский авиационный институт. Первый матч разыгрывался среди девушек. Определенного федерального университета не хватало основных игроков в составе. Но это не помешало девушкам сразу захватить лидерство над игрой. Каи не имели ни единого шанса на победу в первой партии. Итог 25-8. Девушки из Казанского федерального продолжали показывать свою слаженную и стабильную игру. Их явное преимущество над соперником помогло забрать в оставшихся двух партиях победу. 25-18 и 25-5. Все три партии остались за девушками из Казанского федерального университета. У мужчин получалось сохранить интригу до конца игры. Первая партия длилась непривычно долго. Обе команды шли бок о бок. В итоге первый игровой отрезок остается за Каи. 33-32. Вторую партию также забрали игроки Каи. 25-20. Третью партию федеральный университет смог выиграть. Но в четвертой волейболисты Каи обыгрывают хозяев. 3-1 победа авиационного института. Продолжаем следить за чемпионатом ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе Республика Татарстан. На этой неделе сборным Казанского федерального университета предстояло отправиться в гости к НИТУ. Игровой день начался с игр женских команд. У федерального университета вернулись в строй основные игроки. С самого первого вбрасывания девушки из КФУ вышли вперед. Первая четверть закончилась со счетом 18-14. И дальше отрыв становился еще больше. 17-7 во второй и 28-10 в третьей четверти. Баскетболистки к НИТУ смогли выиграть только заключительный игровой отрезок. Но погасить отставание у них не удалось. 72-44. Дружина Вадима Данилова забирает важные очки в сезоне. В мужской встрече игроки обеих команд показали равную, но не настолько результативную игру. Баскетболисты федерального университета точно так же выиграли три четверти из четырех и не давали сопернику сравняться. Даже несмотря на высокий процент реализации штрафных от КНИТУ. 54-39 победа КФУ в гостях. Настало время говорить о хоккее и не только про Акбарс. 13 декабря Казанский федеральный университет стартовал в студенческой хоккейной лиге. Первый тур подопечной Алексея Ливанова провели против Казанского государственного медицинского университета. Первый период для команды КФУ начался достаточно результативно. Ко второй минуте игры на счету у хоккеистов уже были две заброшенные шайбы. Юлбарсы с промежутком в 2-3 минуты набирали себе очки в матче. Медики же такой расслабленной игре со стороны противника отвечали агрессивными бросками в ворота, которые заканчивались либо штангой, либо вовсе пролетали в него цели. Так первый период закончился со счетом 7-0. Во втором отрезке ход игры не поменялся. Казанские юлбарсы заканчивают период со счетом 13-0. Третий период отключился сразу с двумя удалениями в начале. Ни одна из команд в итоге не реализовала большинство, хотя для медицинского это был шанс перевести из сухого счета в 1-13. Дальше игра вновь пошла по старому сценарию. 17-0 КФУ одерживает победу. Спартакиада студентов и аспирантов КФУ продолжается. На этой неделе все институты Казанского федерального университета разыграли комплекты наград в шахматах и настольном теннисе. В соревнованиях по шахматам золото себе забрали студенты из Института управления экономики и финансов. Вторыми стали представители юридического факультета, а замкнули тройку шахматисты из Института физики. На настольном теннисе первое место ушло представителям Института международных отношений. Серебро забрали игроки из Института управления экономики и финансов. Бронза у Института вычислительной математики и информационных технологий. Теперь о Кубке университета по мини-футболу. На следующей неделе, 19 декабря, нас ждет финальный матч, а в это воскресенье прошли оба полуфинала. Первыми путевку в финал разыграли между собой сборная Института международных отношений и Елабужского института. В основное время команды смогли поразить ворота по одному разу, и победителя пришлось выявлять впервые в серии пенальти. В этой лотереи удача была на стороне ЕМО. 5-3. 100% реализации международников выводят их в финал во второй раз подряд. Во втором полуфинале сборная Института управления экономики и финансов и набережная Чунинского института не скупились на реализованные моменты. К концу первого тайма счет был 2-2. Команды в лучших традициях Голливуда идут бок о бок. Развязка встречи приходится на второй тайм. Эконом выходит вперед, но чуны постоянно догоняют. Ближе к концу встречи экономисты смогли забить свой четвертый гол и не пустить чунинцев к своим воротам. Итоговый счет 4-3. Сборная Института управления экономики и финансов выходит в финал. Итак, развязка Кубка университета. Финал сборной Института международных отношений против Института управления экономики и финансов. Матч состоится 19 декабря, начало в 14.30. Наш телеканал будет проводить прямую трансляцию. Смотреть обязательно. Финал пропускать нельзя. Продолжаем говорить о Кубке КФУ по мини-футболу. Сейчас в нашей студии появляется финалист Кубка, председатель студенческого спортивного клуба Никита Лихачев. Никита, привет! Привет! Очень радостно оказаться у вас здесь. Расскажи, пожалуйста, о полуфинальной встрече. Полуфинальная встреча, ну, наверное, расскажу больше про свою, потому что ее своими глазами видел. Вот, очень тяжелая была игра, мы очень плохо играли. Это далеко не наша игра, далеко не то, как себя показывает МО. Нам было трудно без нашего, одного из лидеров, Бабура Рахимова. Он перебрал желтых каточек. В этот раз был на тренерском мостике, и поэтому, да, без него было тяжело. Но удача нам улыбнулась, везет тому, кто везет. И мы в серии пенальти прошли Елабугу, и вот, получается, второй раз подряд вышли в финал. И что теперь ты можешь сказать после встречи? Елабуга сильный соперник? Елабуга обычный соперник. Я считаю, что в этом году нет сильных и слабых. Команды все абсолютно равны. Вот, просто Елабуга с первых минут нам навязала свою игру. Очень вязкую, дальними забросами. И, ну, Бустан, такой зал, который позволяет играть забросами, упрощать игру. Елабуга упростила игру. И вот за счет, может быть, того, что мы в этом зале не играли, за счет того, что ребята, может быть, все физические кондиции не набрали еще оптимальные. Мы, да, как уже сказал, играли чуть похуже. Вот, так что я считаю, что сильнейшие оказались в финале. Вот, и мы, и Институт экономики, на данный момент две самые сильные команды КФУ. Вот, поэтому все закономерно. Как ты уже сказал, в финале вы играете с экономом. Какие ощущения перед встречей? Самое обычное. Финал как финал. Хороший соперник нас ожидает. Много хороших ребят играет за Институт экономики. Вот, и я думаю, это тот самый матч, который будет идеальным украшением турнира. И ни для кого не секрет, что больше всего в КФУ болельщиков и, в принципе, студентов в ИМО и в экономе. Это давняя история и соперничества, и дружбы где-то. Вот, поэтому этот финал, вот, насколько медийным максимально он мог быть, настолько максимально медийным он будет. Ни один финал бы такого внимания, как и мой эконом, не привлек, поэтому завидую болельщикам. Второй раз подряд вы в финале. Как настрой? Как будете проводить игру? Как обычно, на каждую игру мы настраиваемся на победу. В прошлом году немножко не удалось, в первую очередь за счет индивидуальных ошибок вратаря. Вот, в этом году, я думаю, такого не будет. И просто уверенно сыграем свой футбол. И я думаю, что если мы его покажем, то все в наших руках. В нашей студии был финалист Кубка КФУ по мини-футболу, председатель студенческого спортивного клуба «Казанские юлбарсы» Никита Лихачев. Спасибо, Никит, что пришел. Спасибо вам за приглашение. Всегда рад здесь оказаться. На этом сегодня все. С вами была программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Ильвина Губайдульна. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»